Косметика Косметика действительно позволяет создать желаемый образ и подчеркнуть достоинства лица и тела, способна повысить самооценку и уверенность в себе. Но стоит учитывать и риски, которые могут возникнуть при ее использовании. Нередко неправильно подобранные нами средства, даже если они из сегмента люкс, отрицательно влияют на состояние кожи, поэтому важно учитывать многие факторы. Сейчас очень модно использовать натуральную косметику. Что подразумевается под натуральной косметикой? Есть определенные требования, при которых можно отнести косметический продукт к натуральному. Какие это требования? 95% ингредиентов должны быть натурального происхождения. Они бывают растительного происхождения, бывают животного происхождения. Кроме того, не должны содержаться продукты нефтехимической переработки. Главная задача любого производителя косметических средств – создать продукцию, которая будет не только красиво упакована и привлекательна на внешний вид, но и эффективно решать проблемы кожи и приносить пользу своему потребителю. С каждым годом запросы покупателей растут, а девушки становятся все более осведомленными и требовательными. Они хотят не просто красивые баночки, а качественные продукты, которые действительно улучшат состояние и внешний вид их кожи. Мы выбираем косметику по состоянию своей кожи. Если у нас кожа сухая, нам нужно косметику с увлажнением. Тогда берут косметику, содержащую гиалуроновую кислоту, например. Если нам антиэйдж-эффект, то используют пептидную косметику. В этом случае, если мы хотим антиэйдж-эффект получить, то гиалурон, содержащую гиалуронат натрия, использовать не совсем эффективно, поскольку он не преодолеет кожный барьер эпидермиса. Красота и уход за собой – важная составляющая женского образа. А выбор косметики – это индивидуальный процесс, требующий внимательного подхода. Чтобы добиться хорошего результата, необходимо правильно подобрать косметику под свой тип кожи, волос и другие индивидуальные особенности. Однако многие не знают, на что нужно обращать внимание при ее выборе. Что мы боимся в косметике больше всего? Самые ругательные слова у требовательного покупателя косметологического продукта. Это, чтобы не содержались сульфаты, парабены, силиконы. Это три самых таких ругательных слова. Сразу скажу, что 40 лет пытаются доказать свойства парабенов как канцерогенов, и так до сих пор не доказали. Но у парабенов есть один такой момент, как эстрогенозависимость. Косметическая индустрия стремительно развивается, предлагая широкий спектр продуктов для ухода за кожей, волосами и телом. Однако перед выпуском на рынок каждое косметическое средство должно пройти серию необходимых и строго контролируемых исследований и испытаний, чтобы обеспечить свою безопасность и эффективность для потребителей. Тестируются как все входящие в состав компоненты, так и готовый продукт. Когда производится косметический продукт, он производится согласно регламенту, строгой методике его производства, которая уже пробирована, проэкспериментирована. Поэтому отход от данного регламента производства – это, конечно, нарушение. На каждой фабрике, которая производит, или организации, которая производит косметические продукты, есть лаборатория по анализу качества. Кожа является самым большим по площади органам. Она защищает человека от внешних факторов, поэтому важно знать, какие химические компоненты могут оказывать благотворное воздействие на нее, а какие могут привести к негативным последствиям. При выборе косметических продуктов стоит обратить особое внимание на их состав и предпочесть те, которые содержат полезные химические компоненты, способствующие улучшению состояния кожи. Если у вас кожа сухая, конечно же, нужно увлажняющие компоненты. Самый примитивный увлажняющий компонент – это глицерин. И пугаться его тоже не стоит. Это натуральный компонент для нашей кожи. Он у нас есть в коже. Ну и самый модный компонент увлажняющий – это, конечно же, гиалуроновая кислота. За счет того, что очень много в гиалуроновой кислоте гидроксильных групп, возможно образование с молекулами воды водородных связей. Косметика – это продукты, содержащие различные химические вещества, которые воздействуют на кожу, волосы или ногти. А косметология с точки зрения химии – это сложная наука, которая изучает влияние химических веществ на кожу и волосы, поэтому даже людям, не специализирующимся в области косметологии, стоит подбирать декоративный уход с осторожностью. Елизавета Мошкина, Розита Каримова, Николай Суховский. Универ Новости.